Небывалые морозы воцарили в центральной полосе России. Минус 20, минус 25. Такой температура воздуха будет всю эту неделю, прогнозируют метеорологи. Самым холодным будет четверг, обещают 28 градусов. При таком морозе не только аэропорты, но и образовательные учреждения работают по фактической погоде. Как погодные условия влияют на образовательный процесс, сегодня выясняла наша съемочная группа. В каждом рисунке золотая рыбка. Малыши стараются, выводят на белом листе очертания сказочного персонажа и яркую голубизну морской воды. Солнечная тематика школьного задания противоречит только температуре за окном, а не в классах. Во всех классах тепло. Все почти дети пришли, ну за редким исключением, может быть по два, по одному человеку из класса не пришли. Занятия идут в режиме расписания, которое составлено на второй полугодие. Исключение только уроки физкультуры. Сегодня вместо лыжной подготовки, предусмотренной учебным планом, физзарядка в спортивном зале. Согласно распоряжению санитарной службы, занятия на открытом воздухе проводят при температуре не ниже 15 градусов. Остальные занятия проходят по плану даже в классах начальной школы. В кабинетах заняты почти все парты. А по случаю морозной погоды, каждый инструкций получил дома. С бео утром что мама говорила? Одеваться тепло. Ну в школу она тебя спокойно отпустила? Не говорила о стараться дома? Нет. Руководство школы инструкции о работе в этих погодных условиях пока не получало. Категоричной инструкции, что именно при таких погодных условиях прекращаются занятия, не было. Все отпущено на волю родителей. Если родители считают, что ребенок должен быть дома при минус 20, 23, 25, я думаю, что ниже не будет погоды. Они остаются дома. Пока большинство родителей идти в поход за знаниями детям не запрещают. Да и нет в этом необходимости, считают они. Ведь от дома до школы всего минут 5 ходьбы. Там в теплой школе и согреются.